Всем привет, друзья! На связи Алексей Меркулов. У нас на YouTube в опросе победила тема по атрибутам в AutoCAD. И я подготовил для вас интересный урок, который будет совмещать в себе и атрибуты, и блоки, и извлечение данных, потому что эти темы плотно связаны, и объяснять подробно одну, не касаясь других, просто невозможно. Прежде чем приступать к практике, я хотел бы поделиться лишь личным опытом и обозначить вводные данные нашего примера. Для того, чтобы вам переложить данный пример на свое направление, сначала я оговорю логику выбора объектов для примера. Значит, у нас есть две группы розеток. Одинарные розетки и двойные розетки. И в каждой группе есть своя подгруппа. Скажем, у нас розетка будет одна черного цвета, а другая розетка должна быть белого цвета. Естественно, на чертеже все они будут единого цвета, просто сейчас я разделил по цвету для понимания. То есть у нас есть две группы, и каждая группа делится на подгруппу из двух элементов. Раньше я делал, скажем, сложный динамический блок, в который входили все вот эти четыре объекта. То есть это был один блок, из которого я мог выбирать тот или иной объект. Но с течением времени, с набитием шишек, я пришел к тому, что я создаю простые блоки. То есть это у меня будет четыре отдельных блока. Время создания таких четырех блоков не превысит время создания одного сложного динамического блока. Зато я, во-первых, избегаю ошибок, связанных с человеческим фактором и невнимательностью. И во-вторых, что самое главное, если говорить о атрибутах, я избегаю рисков изменения атрибутов во вхождениях блока, потому что это известный геморрой. Скажем, вы создали блоки с атрибутами, вставили их, назначили вхождением блока в различные атрибуты, и впоследствии нужно заменить локально часть атрибутов, потому что блоки-то по сути разные. Вот здесь начинаются танцы с бубнами, синхронизация. Всевозможные попытки как-то это исправить, это приводит неизбежно к ошибкам. Особенно если у вас десятки различных представлений одного блока и сотни вхождений. Поэтому если вы работаете с большим количеством блоков, рекомендую делать их как можно проще, в том ключе, который буду сейчас показывать я. Прошу прощения за такое долгое вступление, тем не менее, вы должны понимать исходные данные и мотивацию данного урока. Итак, я буду создавать вот таких четыре блока, но начну с одного. Сейчас это у меня просто набор примитивов. И, кстати, его нужно перерисовать. Он у меня сейчас сделан в масштабе, а я сделаю его в том размере, который должен быть на листе при распечатке по ГОСТ. То есть 5 мм должен быть диаметр дуги. Давайте перерисуем. Выберу отрезок, поставлю первую точку и задам длину 5 мм. Теперь выберу дугу. Здесь удобно выбрать начало, конец, радиус. Выбираю начало, справа налево, конец и радиус задаю 2,5 мм. Беру отрезок и по ГОСТ здесь тоже 2,5 мм. Сейчас этот блок, естественно, крошечный в соотношении со стенами. Но мы сделаем его аннотативным и при любом масштабе он будет смотреться у нас адекватно. Теперь создадим атрибуты для нашего блока и вообще это будут общие атрибуты для всех четырех блоков. Как я уже говорил, для примера я выбрал двойную и одинарную розетки. Здесь они белые, но у нас еще будут и черные. Повторюсь, этот пример не только для розеток. Поймите здесь логику и вы сможете применить его абсолютно к любой нише. Что ж, мы начали с одинарной, поэтому давайте выберем атрибуты, которые нам понадобятся для извлечения. Да, кто не знает, что такое атрибут. Атрибут это информация, как правило текстовая информация, которую мы хотим внести в блок и впоследствии как-то использовать. Либо извлекать в таблицу, создавать спецификации, подсчитывать и все в таком духе. Значит, я хочу в наш блок внести наименование, выделяю, копирую. У меня расширенный буфер обмена, поэтому я могу сразу копировать все, что мне нужно. Итак, наименование, далее производителя, ну и стоимость. Не будем брать много параметров, потому что суть одна и та же. Так, скопировал три значения. Возвращаюсь в автокад и создаю атрибуты. Создам через псевдоним AT. Итак, первый атрибут наименование. Подсказки я обычно пропускаю, сразу ставлю здесь значение по умолчанию. Вставляю наименование. Так как данный атрибут будет отображаться только в таблице, какие-то текстовые параметры мне абсолютно не нужны. Здесь я ставлю галочку скрытый, потому что на самом чертеже он у меня выводиться не будет. Ну, в принципе, все остальное можно оставить по умолчанию, оно в существенной роли играть не будет. Окей. Так, появился огромный атрибут. Он аннотативный по умолчанию. Давайте я поставлю масштаб аннотации сейчас один к одному, чтобы смотрелось все более-менее пропорционально. Так, куда-то он уехал. Нужно нажать вот сюда, чтобы применялся масштаб аннотации. Хорошо, двигаемся далее. Далее. Здесь создаем еще один. Цена. Далее из буфера обмена я беру цену. Выровнять по предыдущему. Окей. И он размещается ниже. Далее могу нажать Enter и создать еще один. Это у нас производитель. Окей. Так, теперь нам нужна марка. То есть обозначение данного объекта. Эта марка будет отображаться и можно делать ее несколькими способами. Давайте рассмотрим способ, когда мы уже будем, грубо говоря, редактировать блок. То есть после создания блока с атрибутами. Что же. Создадим блок. Я выделяю атрибуты и блок. Нажимаю B пробел. Это псевдоним команды создать блок. Укажу базовую точку. Обязательно ставлю вот здесь галочку аннотативный. То есть объект у нас будет аннотативный. Что делать с примитивами, из которых мы создаем блок. Ну давайте я поставлю галочку удалить. И здесь поставлю галочку открыть в редакторе блока, чтобы сразу редактировать наш блок. О, конечно мы забыли имя. Называю розеткой одинарной. Давайте усложним себе задачу. И пока мы не знаем, что у нас будут белые и черные розетки. Пока, вот скажем, заказчик сказал, что будут только белые. Поэтому указываем розетка одинарная. Нажимаем ОК. Да, я забыл заштриховать. Давайте сразу здесь заштрихуем. Перейду в главная. Штриховка. Solid, то есть сплошная. Так, цвет выберу черный. И назначу параметр выравнивания. Потому что для розеток это характерно. В редакторе блоков атрибуты определяются точно так же. На вкладке редактирования блоков мы, опять же, можем через горячие клавиши вызвать, а можем выбрать определение атрибута. У нас появляется то же самое окно. Галочка скрытой. Убираем. Пишем марка. И придумываем марку. У меня это будет, допустим, R1.1. Так, выравнивание сразу выберу. Низ по центру. ОК. И укажу точку вот здесь. Что же, по сути блок с атрибутами готов. Нажимаем закрыть. Сохранить изменения. Далее вставим наш блок куда-нибудь в помещение. Нажимаем V. Пробел. То есть вставка блока. Вот он наш блок. ОК. Так, подводим к стене. Вставляем. И у нас появляется возможность изменить значение атрибутов. Здесь вводятся значения по умолчанию. В принципе, их можно было не указывать, но тогда пришлось бы здесь вводить вручную. Но в данном случае, при моем подходе, нам ничего не нужно менять. Нажимаем ОК. И можем вставлять столько, сколько нам нужно. Теперь, предположим, к нам приходит информация, что розетки будут белые и черные. Соответственно, нужно создать еще один тип. Как я это делаю? Перехожу в редактирование нашего блока. Здесь выбираю сохранить блок как. Задаю новое имя. Розетка одинарная, черная. Нажимаю ОК. Да, и пока далеко не убежали от темы переименования блоков, я сразу сейчас закрою и изменю имя нашего блока существующего. Для этого ввожу команду «Новое имя» или «Переименовать». Здесь выбираю блоки. Вот, розетка одинарная, белая. Упс. Вернее, здесь старое имя, а вот здесь новое имя. Все, теперь у нас есть два абсолютно одинаковых блока с разными именами. Розетка белая и розетка черная. Давайте отредактируем по очереди. Так, редактировать блок. Начнем с розетки белой. Так как появился цвет, нам нужно добавить еще один атрибут. Определение атрибута. Цвет по умолчанию белый. Так, атрибут у нас скрытый. ОК. Ставим сюда. Закрыть. Сохранить изменения. Вот они, наши белые розеточки. Выделим, посмотрим имя. Розетка одинарная, белая. Но, обратите внимание, у вхождения блока новый атрибут не добавляется. Дело в том, что атрибуты хранятся вместе со вхождениями. Можно так, утрированно сказать. Так заложена архитектура и автокада, и поэтому возникает достаточное количество проблем при изменении вашего проекта, а именно атрибутов вхождения. Но, работая по нашей схеме, мы легко это можем поправить на данном этапе. Мы можем перейти в управление атрибутами. Здесь ищем наш блок. Вот она, розетка белая. Вот он, атрибут цвет. Выделяем его, нажимаем обновить. И нажимаем ОК. Смотрим. Все, атрибут добавился во все вхождения. Обратите внимание. Теперь отредактируем блок черная розетка. Редактировать блок. Черная розетка. ОК. Два раза кликнем на марку для редактирования блока. Изменим ее. То есть, это будет первая группа, а как бы вторая подгруппа. ОК. Копирую. И вношу атрибут. ОК. Закрыть. Сохранить изменения. Так как мы еще ни разу не вставляли этот блок, то есть, розетка одинарная черная, он сейчас вставится со всеми атрибутами, которые у него должны быть. Собственно, вставить блок. Давайте проверим. Черная. ОК. Так, и поставим розетку. Как видите, все атрибуты на месте. Таким образом, используя отдельные блоки, мы не прибегаем к редактированию атрибутов во вхождениях блока. Потому что, по сути, можно-то и отредактировать, выделить несколько атрибутов и заменить их вот здесь. То есть, скажем, поменять марку. Но этот подход будет губителен, если придется вносить какие-то изменения в большие чертежи. Поверьте мне. Вот. Движемся далее. Пришло время подключить извлечение данных и создать, собственно, спецификацию. Так, чертеж я сохраняю. Далее, на вкладке вставка я перехожу в извлечение данных. Это вот эта небольшая кнопка. Создать новое извлечение данных. Далее. Задаю ему имя. Это у нас отдельный файл. Сохранить. Применить ко всему чертежу. Далее. Отображать только блоки с атрибутами. Ставим здесь галочку. Эти две галочки можем снять. Вот два наших типа розеток. Далее. Теперь в фильтре выбираем, что мы хотим отображать. Только атрибуты. Кликаем на атрибуты. Снимаем галочку. Далее. Правой кнопкой мыши. И инвертировать выбор. Есть. Жмем далее. И видим, собственно, превью таблицы, которая будет выводиться. Здесь можно сразу раскидать столбцы. Первым пусть идет марка. Можем отсортировать. Вот таким образом. То есть 1.1. Потом 1.2. Далее. Имя блока я могу в принципе скрыть, потому что в таблице оно не нужно. То есть снимаю галочку показать столбец с наименованием. Далее я могу поставить наименование, атрибут, количество, производитель, цвет и цена. Что мы можем делать с этой табличкой? Ну, самое то, что напрашивается, это получить итоговую стоимость и получить итоговую строку. То есть стоимость по позициям и общую стоимость. Для этого мы кликаем правой кнопкой мыши, вставить столбец с формулой. Здесь выбираем количество двойным кликом. Оно появляется вот здесь. Умножить на цену двойным кликом. Окей. У нас получается общая стоимость. Как видите, округление здесь абсолютно нам не нужно. Поэтому правой кнопкой мыши задать формат данных столбцов. Текущая точность выставляем любую, которая нужна. Ну, допустим, до одного знака после запятой. Также можно подавлять нули, но я предпочитаю ставить точность. Окей. Ну и сам столбец нужно переименовать. Нажимаем Enter. И опять же правой кнопкой мыши где-нибудь кликаем. И вставить итоговую нижнюю строку. Нас интересует сумма. Нажимаем далее. Вставить таблицу в чертеж. Далее. Здесь надо выбирать стиль таблицы, но это не наша тема. Нажимаем далее. И нажимаем готово. Появляется маленькая крошечная табличка, которая, естественно, должна размещаться на лист. Но мы поставим ее где-нибудь вот здесь рядом. И для того, чтобы удобно ориентироваться, на вкладке Вид я создам двойную конфигурацию видовых окон. Так. Табличку помещу вот здесь. Постараюсь ее вот так вписать поудобнее. А снизу буду работать. То есть получаем себе такую спецификацию. Естественно, вся эта шапка изменяется. Ее можно легко отредактировать. Но сейчас не будем терять время. У нас и так много чего нужно сделать. Значит, смотрим, как работают извлечения. Скажем, я добавляю розетки. Добавил сюда. Добавил сюда. Вот. Сейчас таблица никак не реагировала. Не среагировала. Чтобы ее обновить, выделяем правой кнопкой мыши. Обновить связь с данными таблицы. Как видите, количество меняется. Следующий нюанс извлечения и самих блоков – это создание второй группы розеток, которые будут у нас уже отличаться. Это одинарная, а то будет двойная. Мы опять же действуем по предыдущему принципу. Я перехожу в редактор блоков. Выбираю «Редактировать блок». И выбираю «Сохранить блок как». Задаю ему новое имя. Давайте я не буду делать две группы, потому что это повторение. Я просто сделаю двойную белую розетку. Здесь розетка, двойная. Так, далее. Меняем. Копирую наименование производителя, стоимость, вернее цену, текст. Ну и все. И меняю. Наименование у нас вот такое. Производитель остается тот же. И нам надо заменить цену. Все, собственно, как видите, атрибуты меняются очень быстро. И нам осталось изменить внешний вид. Выбираю инструмент «Подобие». Ставлю смещение, наверное, полмиллиметра. О, ну да, пойдет. Так, здесь надо затянуть. Затяну прямо в черное. Ну что ж, и по сути наш блок готов. Мы имя пересохранили, атрибуты заменили, внешний вид заменили. Как видите, все достаточно быстро. Сохранить изменения. Вставить. Розетка двойная. Ок. И расставляем. Здесь у нас все по умолчанию. А, только единственное, обратите внимание, вот здесь у нас лишние пробелы. То есть при копировании я зацепил пробелы, их нужно было, конечно, удалять. Три штуки добавлю, этого будет достаточно. Значит, теперь пробуем по старой схеме обновить связь с данными. Но у нас, к сожалению, ничего не получается. Здесь нужно обновлять само извлечение данных. Потому что в файле извлечения мы указывали только один блок. Ну, ничего страшного. Переходим на вставку. Извлечение данных. Редактировать существующее. Выбираем. Кликаем здесь далее, 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 далее. Так, назад, назад. Где-то я пропустил блок. Ага. Вот он блок. Указываем наш новый. Далее. Все атрибуты. Далее. А, я забыл изменить марку. Вот она. Да, как видите, марка одинаковая. Ну что ж, тем интереснее. Сейчас посмотрим, как редактировать. Здесь нажимаем далее. Вставить в таблицу. Далее. Далее. Готово. Вот. Нажимаю на сообщение. Обновить извлечение. У меня появляется еще одна строка. Теперь будьте внимательны. Нам нужно исправить ошибку во вхождениях блока. То есть в атрибутах вхождения блока. Попробуем через управление атрибутами. Зайдем в управление атрибуты. Выберем розетка. Так. Розетка двойная белая. Кликнем два раза на марку. И поставим здесь. Два. Один. Ок. Принять. Делаем все по науке. Обновить. 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 Ок. Ничего, как видите, не происходит. Хотя, казалось бы, по логике мы должны были изменить. Если мы перейдем в сам блок, то есть в определение блока, и посмотрим здесь на марку, тут она благополучно изменилась. И теперь при вставке новых блоков у нас все будет хорошо. Но что нам делать со старыми блоками, если у нас их 200, допустим? Как скопом изменить? Еще где-нибудь они раскиданы внешними ссылками, и мы вообще не знаем, где они находятся. Сейчас-то просто, да? Мы вот запомнили, что это вот эти блоки, мы их выделили, и вот здесь легко мы можем поменять. Но, опять же, повторюсь, если блоков очень много, то этот способ нам не подходит. И, к сожалению, способ выбрать подобные тоже нам не подходит, потому что выбираются все блоки. И если бы это был один блок, то и не подошел бы способ быстрый выбор. Сейчас быстрый выбор нам подойдет. Выбираем вхождение блока. Имя. Розетка двойная белая. Ок. Сейчас мы сможем выделить. Так. Меняем. И окей, как видите, все поменялось. Обновим таблицу. Тоже все благополучно изменилось. Но есть еще один способ, который позволяет менять атрибуты внутри одного и того же вхождения блока по определенным маскам. Хотя нет, давайте не буду показывать этот способ, я совсем вас запутаю. Итак, урок получился слишком большой, но думаю, что он будет вам полезен. Что же, у меня вроде бы на этом все. Мы с вами сегодня рассмотрели, как создавать блоки, как присваивать им атрибуты, как редактировать эти атрибуты, как создавать таблицу извлечения на их основе и как изменять эту таблицу извлечения. Конечно, это все было по верхам, но тем не менее мы рассмотрели такой большой комплексный подход. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк. Если вы болеете за наших на чемпионате мира 2018, то тоже ставьте лайк. Ну а если вам не понравился урок или у вас маленькая пиписька, ставьте дизлайк. На этом все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok